Ребята, всем привет! Я сейчас пошла, приняла душ, сделала себе маску из волос и потом ее уже смыла, поэтому у меня такой немного странный вид. Чуть подержу волосы в полотенце, чтобы они просушились немножечко и уже после этого буду их высушивать. Я, в общем, сейчас после душа нанесла на тело вот этот лосьон от Дав, который вам вчера показывала, и он мне настолько сильно понравился. Во-первых, потому что у него кокосовый запах, он не такой, знаете, химозный, а именно как пахнет кокосовое масло, допустим, натуральное, или же даже как сам кокос, да, очень приближенный такой запах. Мне понравился, не навязчивый, но при этом приятный аромат остается на теле. И что самое важное для меня, так как это не крем, а лосьон, он не такой жирный, и когда наносишь на тело, очень быстро впитывается, и плюс ко всему, когда впитается, уже такое ощущение, как будто бы я ничего не наносила, и у меня просто кожа сама по себе такая гладкая, ну, шелковисто-увлажненная. Так что вот эта вот штучка мне очень даже понравилась, плюс ко всему у нее удобный, ну, дозатор, так что этой вещью я буду пользоваться. У меня сегодня будет такой разборочный день, потому что решилась все-таки выбросить все продукты, которые уже позаканчивались. Здесь, в общем-таки, вот этот крем для всего тела, он, по-моему, был, ну, мы его использовали в большом объеме, я им пользовалась достаточно долго, он гипоаллергенный, и поэтому он подходил мне и Сержу, собственно, и Каролине тоже иногда я мазала, но только на тело. Наконец-то вот эта бадья, ну, практически закончилась, здесь буквально чуть-чуть осталась, уже надоела, буду выбрасывать. Также моя пенка, мусс для умывания от Невея, вообще-то идет для сухой чувствительной кожи, но мне тоже подошла. И моя-то волос, и она закончилась тоже. Там немножко осталось. Каролине спрей для волос тоже закончился, поэтому будем его выбрасывать. Также у меня здесь для лица, получается, такая была скраб-пенка. Она мне тоже очень нравилась и заканчивается, таиландская. Крем для рук от чистой линии кончился. Для волос у меня закончилась вот эта линейка от Филпс. Очень крутая была, она бразильская, я потом прочитала, потому что пришла ко мне из Бразилии, это посылка. И очень крутые средства, они мне понравились. Я даже не успела вам сказать свое мнение, они уже закончились, потому что настолько крутые оказались, тоже они профессиональные. И у меня закончилась вот эта моя линейка от Бако. От Бако, говорю, Карол, линейка Бако. Это идет премиум линейка профессиональная для волос. Они прям как молочко, очень крутые. Я сейчас еще доберусь до вещей и тоже там, ну, сделаю такую сортировку. У меня здесь есть вещи, которые я не носила ни разу, но они мне по каким-то причинам не подошли, не понравились. Пришел мой курьер, кстати говоря, пойду прямую посылку. Привезли мне посылочку, она такая тяжелая. Я сначала не поняла, что там внутри. Оказывается, здесь книги мои пришли. Сейчас я покажу вам, что именно. Пам-парам! Смотрите, сколько мне пришло крутых книг. В общем, короче, ко мне пришли все три книжки 50 оттенков серого. 50 оттенков свободы. Это 50 оттенков темнее, 50 оттенков серого. Блин, у меня здесь все порвалось уже. Но ничего страшного. Я вообще смотрела только первые две части. Естественно, на третью мы еще пока что с Сержем не ходили. Может быть, сходим на выходных. Но если не успеем, то дома посмотрим. Поэтому я решила заказать. Но это, знаете, как книги Гарри Поттера. Они должны были быть у всех. И точно так же книги 50 оттенков серого, по сути, тоже практически есть у всех. Поэтому я решила все это заказать. Также я заказывала вот эту книжку «Задача трех тел». Не знаю, вот заинтересовала эта книга, естественно. Давайте сделаем так. Я сначала эти книжки как бы почитаю там хотя бы понемногу. И потом вам уже расскажу, нравится мне, стоит продолжать читать или же нет. Также была книжка «День, когда я тебя найду». Она мне понравилась. Ну, во-первых, своим описанием. И, во-вторых, тем, что вот такие романтические, не знаю, обложки. Что вот у этой книжки, что я натворила, что вот у этой. Ну, такие книги, которые хочется почитать по весне, там, на солнышке, где-нибудь на прогулке. Я не знаю. Почему-то меня потянуло конкретно на такие книги. И также я, естественно, заказала книжку «Продай свой текст». Вот эта книжка мне нужна просто, чтобы так, для общего развития. Тоже хочу почитать, что здесь интересного будет. В общем, такая пришла крутая ко мне посылка, представляете? Я пошла уже высушила волосы. Ну, как они у меня практически сами высохли. Я просто на влажную нанесла вот эту сыворотку масла от DAF тоже, которую я вам вчера показывала. И вот эту сыворотку можно наносить на влажные волосы перед укладкой, перед сушкой. Либо же можно на сухие волосы в течение дня несколько раз можно будет наносить. И благодаря именно тому, что внешне волосы становятся гладче, мягче и лучше блестят, именно благодаря этому кажется, что она хорошо работает. Она так-то действительно работает, но она, мне кажется, вот такие вот вещи больше все-таки предназначены не на глубокий уход, а на визуальное, скажем так, качество волос. Вот. Поэтому я решила такую вот взять штучку. Так-то в целом волосы, в принципе, неплохо выглядят. Ну, они у меня не очень-таки дохлые, хотя уже давно сдохли после стольких осветлений. Но, тем не менее, вот такие вот штучки, это экспресс такой хороший вариант для того, чтобы волосы хорошо выглядели. И в течение дня я буду использовать вот такую штучку. Это спрей-объем. Вообще его можно будет нанести тоже на влажные волосы, сделать укладку и будет объем у корней. И можно также в течение дня несколько раз просто для увлажнения волос использовать его, не смывать. Это очень удобно. Ну, это тоже, знаете, такой вариант, который не запариваетесь над волосами особо. Быстренько напшивкали, волосы хорошо выглядят, побежали быстро по делам. Вот как-то так. Поэтому буду в течение дня использовать эту штучку. Но в целом хочу сказать, что у этой запах практически незаметный, неуловимый. И это мне очень нравится, потому что я не люблю слишком парфюмированные запахи. И вот это, об этом я вам расскажу вечером, когда уже побрызгаю несколько раз в течение дня. К нам скоро должна приехать гость и тетя, и поэтому я решила ей собрать пакетик косметики. Подарочек. Это лаки для ногтей от Essence. Это очень крутые блески для губ от CL. И чем они хороши, так тем, что они разглаживают очень хорошо губы и придают такой небольшой объем. Это водостойкая подводка от Essence. Пробничек. Ну, туалетной воды. Парфюма. И вот такой кисть для макияжа тоже от Essence. Надеюсь, что понравится. Ребята, я сейчас только что сделала такой небольшой разбор у себя в гардеробе и распределила, какие вещи мне не подошли и какие вещи по каким-то причинам мне по размеру либо велики, либо еще как-то. И, в общем, короче говоря, я решила сделать страничку в Инстаграм. Вот здесь вот я напишу. Она называется SailNiki. И там я буду выкладывать фотографии этих вещей. И буквально там за, ну не знаю, за смешную, за символическую цену я вам буду, скажем так, отправлять это. Если вдруг вас заинтересует такая идея, то можете зайти на этот Инстаграм, подписаться. И нет-нет, я буду публиковать такие вещи. Потому что многие из вас мне говорят о том, что зачем ты выбрасываешь, сдаешь на переработку, можно было бы и продавать их. Но я подумала, что в принципе да. Я как бы не преследую цель на этом сильно заработать. Просто я хочу оправдать пересылку и, в принципе, и все. И вот по таким символическим ценам буду выкладывать туда уже именно фотографии тех вещей, которые мне не подошли. И я вам оставлю здесь Инстаграм, так что туда заглядывайте. Там уже есть несколько фотографий, я выложила. И для заказа можете написать мне в директ. Мы с вами спишемся, и я вам отправлю все, что вы захотите. В моем Инстаграм по именно распродаже моих вещей будут абсолютно разные мои вещи. Так что заходите. А сейчас я решила выбросить те вещи, которые мне вот буквально недавно пришли. Но они действительно немножечко, скажем так, не соответствуют тому качеству, который должно было быть. Вот эта вот, например, мне пришла. Я даже не знала, что эта посылка ко мне идет. Я думала, ее почта России потеряла, потому что ее уже все. И лучше бы она ее потеряла. Посмотрите, какое качество. То есть это даже просто кому-то отдать, и будет стыдновато. То же самое про вот эту вот рубашку, да? Тоже стыдно. Ну, что это такое? Такая вот какая-то прозрачная, не знаю. Поэтому я решила от них избавиться. Их я сдам в переработку. Вышла на кухню приготовить ужин. Сегодня буду просто из говяжьих ребрышек делать супчик. Ну, такой на бульоне с кусочками. Будет очень вкусно. С картошкой. И вообще с разными овощами. И давно такой суп не ели. И мне почему-то захотелось. Именно на косточках. Я уже здесь себе намыла, как видите, овощи, паприку. Ну, конечно, такой здоровый я, наверное, не положу. Всего лишь половинку. Куда такую? И сейчас, наверное, начищу еще фруктов. Сделаю фруктовую нарезку. Кстати, помните, ребята, я делала на масленицу блины. Очень много. И замораживала их порционно. Там по 3-4 блинчка. И вот сейчас очередную порцию разморозила и разогрела в микроволновке, естественно. Также можно поджарить снова. Но я еще раз не поджариваю. Серж пришел уже с работы, да? А мы все уже поужинаем. Ну, точнее, я не ужинала. У меня были дела. То туда надо, то сюда надо. И, короче, я, как обычно, самая последняя. Вот здесь у нас арбузик. Мы сейчас его будем разрезать. И есть. Наконец-то арбузик. Давно хотели. Все, мы уже, короче, поужинали. Все сделали. Я прибралась. И хотела вам сейчас рассказать по поводу вот этого спрея. Это, знаете, такой спрей, просто чтобы нанести на волосы. Вообще по инструкции сказано, что можно на пряди поделить и распылить этот спрей, а потом сделать укладку. Но если делать просто на сухие волосы, то распределить этот спрей и расчесать. Вот хочу сказать, что в течение дня, допустим, если осветленные волосы, да, как у меня, они сухие и, ну, выглядят как-то так вяло. Можно будет набрызгать, расчесаться и такой, скажем так, полумгновенный визуальный эффект проявляется. Только ради такого удовольствия мне нужны были вот такие вот штучки быстродейственные, скажем так. Естественно, какого-то максимально глубокого ухода от таких штучек все равно, я думаю, что не добиться. Нужно будет подбирать конкретно уход под свой тип волос. Время сейчас поладенства, Антон недавно приехал домой. Замерз как собака. Да, на улице у нас очень холодно, минус 25-27, наверное, ночью, хотя сегодня, не знаю, может быть, еще ниже температура опустилась. Вот, у нас холодновато, честно говоря, и Серж тоже как собака замерз, приехал домой, сейчас пошел под озяло на термоматрасе, будет отогреваться, спать. И я сейчас хотела вам ответить на парочку вопросов, которые были у меня под видео. Вы задавали с ответами на вопросы, и сегодня я хотела бы сделать рубрику не только в мусорку все, то есть не только разбор, но и, если кто не знает, у меня на канале влоговом есть несколько рубрик. То есть в мусорку все это рубрика, где я разбираю какие-то вещи, косметику, одежду и тому подобное. Рубрика «Вот и поговорили» — это та рубрика, где я разбираю какой-то вопрос, тему и просто с вами обсуждаю. То есть это не вопрос-ответ отдельное видео, а просто так во влоге. Сколько Серж дает тебе денег на твои заказы интернет-покупки какие-то личные, и вообще на покупки, может быть, месяц какую-то сумму дает, у кого все деньги находятся, у Сержа или у тебя. Вообще у нас изначально так уж повелось, не знаю, почему так, но изначально все деньги как были у меня, так они и есть. Это я, наоборот, Сержу, наверное, выдаю деньги. Но даже не то, чтобы выдаю, то есть какую-то сумму от общего бюджета он берет и тратит там на бензин, на обеды, что-то ему купить там, если нужно будет, и все. Остальные деньги все находятся у меня. То есть если мне что-то нужно купить, я просто беру и покупаю. Но тут нужно понимать, что я не транжира, да, я шапоголик, но я не такой человек, который может пойти все деньги спустить, допустим, там на косметику, да. У нас в семье больше экономистка — это я, чем Серж. И в какой-то момент это даже сыграло против меня, но сейчас я все равно стараюсь себя тренировать, что постоянно экономить — это тоже неправильно. То есть нужно просто разумно распоряжаться бюджетом. При этом не обязательно там жестко экономить, прямо вплоть до жадности. Вот. И Серж в последнее время, если раньше он, допустим, тратил все деньги, мог все потратить абсолютно, ну, он такой вот был до меня, и, видимо, такой он и оставался. Но спустя какое-то время он поменялся, и теперь тоже там как-то разумнее пытается подходить к трате денег, потому что очень многие вещи, допустим, которые были куплены по горячке, просто лежали, просто место занимали. А знаете, когда вот вещи лежат, на которые были деньги потрачены, и ты ими не пользуешься, они тебе особо не нужны, непонятно, чем ты думал, когда их покупал. Вот это вот все нагнетает. То есть получается бардак не только в доме, но и в голове. И я вот, например, стараюсь тоже такого не делать. И у меня уже раньше, если было такое, что я пошла хопа и купила необдуманную покупку, то сейчас такого нет. Я абсолютно спокойно к разным покупкам отношусь. Смотрит ли Серж мои видео? Он влоги мои смотрит только иногда. То есть ему, если попадется, он на YouTube заходит, если мое видео выскочит, хотя он на меня подписывается, я его постоянно отписываю от своих каналов, то он смотрит влоги и прям смотрит прям подряд, как будто бы он подписчик. А так, когда как? Он так-то не смотрит. Слушайте, я хотела вам сказать, что у Сержа будет в марте день рождения. Я вообще не знаю, что ему подарить. Я вам только вчера рассказывала, что все, что в принципе можно было, и все, что ему нужно было, я все подарила. Вот что еще ему подарить, я вот не знаю. Как бы нужно будет подумать. Раньше я всегда смеяла, знаете, над тем, что, когда вот женщина спрашивает, что подарить парню, что подарить мужу, я вот думаю, ну блин, это же твой парень, твой же муж, ты же знаешь, чем он увлекается, что ему нравится. И потом подарки на день рождения придумываются не за неделю, там, до дня рождения, да, а придумываются на протяжении всего года, прислушиваются к желаниям, там, мужа, парня, и уже потом решают, что купить на день рождения. Но вот сейчас такой момент у нас с Сержем произошел, да, что у него все есть, и что самое интересное, ему ничего не нужно. Я у него там пыталась спросить, может, тебе это подарить, может быть, то. Он как бы, да не, это не нужно, то не нужно. И все подарки, которые такие более-менее нормальные, я ему уже делала. Вот поэтому я ему и подарила, блин, мыльно-рыльный этот набор отдав. Ничего такого в этом не вижу. Вот, буду думать, короче говоря, потому что в конце уже этого месяца у него, ну почти в конце будет день рождения, и нужно будет что-то придумать и подарить. И, кстати говоря, хотела вам сказать спасибо за вашу активность в Инстаграм. Большое спасибо за комментарии, за лайки, да и вообще на влоговом канале тоже. Обязательно участвуйте в конкурсе на йогуртницу, потому что конкурсы это такая вещь, вам не тяжело будет сделать парочку кликов, ну а вдруг вы выиграете, понимаете? Потому что я когда-то участвовала в конкурсе, тоже мне прислали корейскую косметику, потом еще где-то я участвовала, нам дали какой-то сертификат, я помню. Ну, конечно, я не самый везучий человек за всю свою жизнь, я там в двух или в трех конкурсах только победила, вот именно таких рандомных, но все равно, мало ли, вдруг вам тоже повезет. Так что участвуйте в конкурсе, который был в прошлом влоге, и я надеюсь, что вам этот влог тоже понравился, и вы поставили ему пальчик вверх. Не забудьте зайти на Инстаграм моей распродажи. Вот так вот выглядит Инстаграм, это с распродажей, и пока здесь всего лишь 14 вещей, и часть из которых, кстати говоря, я уже завтра пойду отправлять девочкам, потому что они мне уже написали, и вот, и завтра я отправлю часть вещей, практически половину из этого, и завтра еще я добавлю, ну для вас это уже сегодня будет, добавлю еще несколько фотографий, ну там будет много достаточно фотографий с разными штуками от меня. И мы с вами увидимся уже завтра, скоро я вам расскажу очень хорошую новость, но это будет чуть попозже. Всем удачи, всем пока!